В деловой игре можно смоделировать и проработать острую ситуацию, которая может случиться и в реальной жизни. Учащихся попросили провести собрание собственников. На повестке определение видов работ пока по ремонту. За несколько часов нужно было решить, какие работы больше всего необходимы дому. С 16-го года разрешен комплексный капитальный ремонт. То есть мы можем выбрать не только один лифт или ледетку, мы можем выбрать еще и трубы, и крышу, и еще что-то. Понимаете, но когда мы выберем много, мы не получим ничего. Поэтому вы сами понимаете, денег мало, мы должны вложиться в дом. У каждого своя роль, но о ней знал только ее обладатель. И лишь по ходу собрания остальные могли догадаться, у кого какие интересы. Чем-то напоминает игру мафия. Кто-то изображал соседа-алкоголика, кто-то дотошную бабушку, не желающую слушать никакие аргументы. Были и провокаторы. Словом, все как в жизни. У нас трещина по всему дому. У нас обвалились углы. У нас все развалилось. Надо менять фасад. Самое трудное в работе председателей Советов домов – это взаимодействие и построение позитивных отношений со всеми жильцами. Нужно иметь навыки коммуникации, убеждения, управления конфликтами. Группа справилась с заданием успешно. Будущие управдомы вовсю пользовались полученными знаниями, ссылались на жилищный кодекс. После долгих дебатов был составлен итоговый протокол. Собственники решили потратить деньги на приобретение новой лебедки для лифта, на ремонт фасада и установку общедомового счетчика. Были учтены интересы всех участников. Мы должны сейчас проголосовать за то, чтобы согласны, что приоритет, первый вид работы, который нам нужен – это замена лебедки на лебедку «Отис» нашего лифта для безопасности жильцов. Кстати сказать, некоторые председатели домов на днях приняли участие в московском областном форуме «Управдом». Как они сами признаются, на таких встречах можно узнать много нового. Например, о новой системе начисления платы за капремонт. Они хотят сделать плату от человека. В одной комнатной квартире может проживать 10 человек, и в трехкомнатной – один человек. Поэтому председатели совета дома просили сделать паспорт каждой дома, чтобы выяснить, кто проживает в этом доме. Обучение второй группы из Одинцова началось 1 декабря, а уже 25-го состоится закрытие программы. С утра участники защитят дипломы, после чего им вручат удостоверение «Управдомов». Анна Макарова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.